Продолжение следует... 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 И третье... Продолжение следует... 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 что бюджет был утвержден и на 95-й год, это 94-й Государственной Думы, все это прошло в таком порядке. Все остальные указы, постановления правительства, которые, так сказать, выходят периодически, значит, они, в общем-то, не имеют финансового обеспечения. Только то, что принято с бюджетом, это и есть нормальная ситуация. Второй ответ. Третий ответ. На сегодняшний день Государственный комитет по высшему образованию полностью рассчитался со всеми, например, в рамках тех бюджетных ассигнований, примерно, в стране юридической области. Единственное, все остальные вещи, они, в общем-то, не являются документами, на стороне которых можно уплачивать. Ну, и, кстати, если это значит, значит, нам, значит, я вижу, будет успокоение, что, по крайней мере, так сказать, нет таких, которые бы очень радовались, а другие бы обижаются. Получилось бы, что, значит, кто-то рад, кто-то не рад, значит, я кому-то делал какие-то пригодения, я кому-то... По крайней мере, беседуются все. И Александр Андреевичцева, ребята-беседуются, и Геннадий Иванович и свои ребята, так сказать, тоже немножко не трогает. И отдельные, все ребята начинают, это говорит, да, он тоже сердится, все сердятся. Ну, я должен вам честно сказать, я сделал все, что мог, для того, чтобы, так сказать, максимально удовлетворить всех, так вообще это говоря, ну, определенных рамок, которые были нам отлично. Поэтому все эти конкуреры на тему выданной заработной плате, по крайней мере, у нас была нормальная рабочая места, у нас бы нормальная была возможность заработать, и заработать, я считаю, что неплохие суммы. В общем-то, летняя халтура, когда все укроют, считают, что миллионы в месяц, это, так сказать, более ненормальные деньги, которые можно, так сказать, за которые можно работать. Примерно в таких же пределах, как получают все наши сотрудники. То есть это получается двухмесячный оклад, так сказать, перенести на доцентский, да, ну, заработа, так сказать, досталась на секунду. Хотел бы сказать, что ряд работ мы не смогли сделать своими силами, потому что она требует достаточно высокой квалификации, и поэтому пришлось нам идти в пути, привлекать рабочих, которые, собственно, профессионалы, они примерно по таким же расценкам работают, может быть, немножко больше, может быть, немножко больше, ну, исходя из того, что они больше времени работают. Ну, это, так сказать, вот история летнего пределы. Сейчас ситуация у нас какова. Учебный год мы начинаем в еще более тяжелых условиях, нежели весь институт. Если у нас только какие-то экономические там трудности с точки зрения зарплаты там или там еще чего-то, то у нас, конечно, трудность еще может запуститься в том, что у нас лабораторная база практически была вся демонтирована и потом смонтирована. Но при этом мы потеряли виденную часть лабораторных работ, при этом мы потеряли какие-то методические указания, и поэтому при проведении практических занятий лабораторных работ по технологии предостроения от всех преподавателей двигаются достаточно большая диктость, инициатива и, в общем-то, высокая квалификация, так сказать. Потому что, в принципе, сейчас практически все станды будут подключены. Учебные мастерские у нас лабораторные все работают, компьютерные классы у нас подключены, работаем. У нас остается только лабораторная работа, которая не будет, как все пойдет. Сегодня не надо вот это все переделать. Представим, и даже здесь большее акции, большее акции. Автоматизирующая система, и то, что не на технологии, не на... Нет, 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 красавица. Спасибо. 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 . . . . . . Спасибо. Гербургургского института машиностроения. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . 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 . Спасибо. . Спасибо. . . . . . Спасибо. Пятьдесят лет тому назад. Будучи еще технологом. Будучи в период блокады. Все как-то тепло. С душой. А кто не хочет, у него нету симпатии без души, он не будет звонить. Зачем не будет звонить? Негче. Так что вот, когда анализируешь, то тут звонил один товарищ, который работал в Букосткирове. Потом его, значит, вот сервера, в тот период проклятый, там за что-то арестовали, он 17 лет отсидел, потом ему запретили жить в Жилинграде. У меня его письмо, очень многие в этой письме читают, иногда даже плачут. Потому что когда его освободили, было в тот же момент, сразу только освободили, не устроился. Один боится взять, другой боится взять. И вот он приедал ко мне в Смольный. И я через полчаса определил его на работу. Он пишет, что Сергей Петрович, пишем честно, что я вам писал, будучи, приняв на решение покончить жизнь самоубийством. Потому что вижу, что мне бить за такими выпутаться вот из этой несправедливой грязи, я храню это письмо, как вы видите. Интерес это одно. Он, почему, он работал с Кировом. Он сравнивает стиль моей работы, характер, отношения к людям. В частности я видел, там некоторые там видели и личных писем, и правительственных поздравлений почти всех министров. И когда самое интересное, я говорю, когда я работал уже завт кафедрой, пришел лектором и завт кафедрой работал. Когда я был секретарем обкома, то есть личностью, личностью, то у меня нет ни одного, ну да, позвонят там, поздравят там товарищи, ни одного документа. А вот когда стал работать на такой работодатель, ну это недопокое, не среднее. У меня 13 папок собрано, впрочем до документов подписываешь в земле Политбюро. Полянский, например, вам известно, и другие. Вот. Так что вот так, когда анализируешь, загрузы бывают. Так откроешь что-нибудь, почитаешь, думаешь, все-таки не зря ты так относился. Самое интересное, что когда... Ставка, да. Годословная. Да-да, годословная. Интересно очень, да. Ставка, да, годословная. Интересно. Радик мой и бабушка были крепостые. Причем бабушка, когда я спрашивала, как крепостые-то, у нас были хорошие были крепостые, то есть, хозяин. Хороший его, дружки, зайка хороший. Но деда я не достал. А бабушка, мне вот это сказано уже и поделироваться, наверное, было. А вы в Петербурге родились, Сергей Петрович? Я-то не знаю просто. В Петербурге или где вы родились? Что? Родились вы где? Я родился в Петербурге. В Петербурге, да, вот я и спрашиваю. Родились и весьма. Сейчас я в Петербурге найду, наверное. Вот. Потом так она жила. Зачемли в деревне. Седом в Ворховице. Почему в Ворховице? Потому что когда поляки брали, заварёвывали и воевали Россию, полк конный остановился в этом месте. А крестьяне отравили лошадей. И с тех пор назвали морг конницы, потому что им уже приходилось отступать и ходить пешком. Кони были уничтожены. Надо большое количество коней. Вот. Но была она в деревне со своими сёстрами, со своими дочками. Я вырос. Можно сказать, почему я знаю деревенскую жизнь. Потому что я её прошёл. Прошёл с детства. Понимаете. И участвовал во всех работах, в сельхозработах. И красиво попал их, поломы, копал. И потяком бегал. Потому что... А где, Сергей Петрович, конкретно где? Новгородская область. Новгородская область. Недалеко от села... То есть от станции Веребья. Портявольской дороги. Значит... Потом, когда отец ходил в духовную семинарию... Прошёл. Он был очень способный вообще человек, как я могу сказать, и хастается. И вы это поймете. Их три. Когда им надо было получать приход, то где служить, цирковку там или кем там, я не знаю. Да-да-да-дама. Они... Уши... 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 Уши...